Всем привет! Сегодня у меня на обзоре две таких красочных йогуртницы. Одна такая оранжевая, другая желтая, что в принципе очень сильно отличает компанию Orson именно своими такими яркими, сочными цветами, добавляющими настроение. Вот от компании Orson у меня сегодня две йогуртницы на обзоре. На обзоре, повторюсь, йогуртницы я эти не покупала, фирма мне их предоставила для обзора, чему я очень рада. Они такие красивые, сочные, яркие. Когда я разглядывала вот эту вот йогуртницу в интернете, мне казалось, она такая маленькая, компактненькая. Ну тут такая пришла довольно-таки внушительно. Ну здесь йогуртница в принципе таких стандартных размеров, но очень сочные расцветки, очень яркая, очень такая вот прям жизнеутверждающая. Вот для этой йогуртницы у нас вот такая керамическая чаша, в которой готовим мы литр йогурта. Она помещается сюда. Вот такая прекрасная крышечка с клапаном, то есть открыто-закрыто. Крышечка из какого-то пластика, ну очень такого тоже хорошего качества. В данной йогуртнице, это йогуртница термос, в которую наливается горячая вода и вот такой вот вкладыш, туда наливается водичка. Ставится вот этот вкладыш, ставится вот так баночка, закрывается, убирается в какое-то теплое место, в любое место, где нет сквозняков. И мы спокойненько готовим 8-9 часов. В йогуртнице пришли вот в таких вот коробочках. Ну в принципе, как всегда у компании Orson, все хорошо и красиво упаковано. Коробочки не помяты, то есть все идеально. Очень, очень все хорошо у них упаковано. Вот такая вот коробочка для электрической йогуртницы. Ну на стол я сейчас ставить это не буду. То есть все ярко, сочно, красочно. То есть все очень хорошо. Если вдруг вы хотите на подарок, то вполне. Причем эта йогуртница вот именно электрическая. Именно электрическая йогуртница, эта йогуртница три в одном. Она может и выступать в роли ферментатора. Здесь несколько программ. Вот такие вот прекрасные книжечки. Ну как инструкции, рецепты. И вот к этой йогуртнице. У них существуют закваски ряженка, закваски йогурт, мацони, кефир. То есть вот у меня сейчас на столе мы видим кефир, мацони, ряженка, виталакт, симбилакт. Ну и наш термостатный йогурт, который мы сейчас будем делать. Это у нас электрическая йогуртница. Но это не просто йогуртница, это йогуртница три в одном. Получается здесь у нас можем мы готовить с вами йогурты, напитки, то есть квас, там даже вино и соленье. То есть на йогурте у нас максимально идет 10 часов и максимально до 48 часов на этой программе мы можем готовить напитки, такие как квас, ну возможно домашнее вино, то есть домашнего вино я никогда не делала, хотя нет пробовала, пробовала в ферментаторе делать. В принципе да получается, но квас вообще прекрасно получается. И режим соленья 24 часа и он до 32 часов. На режиме соленья мы можем с вами сделать огурчики или помидоры по-корейски. Я думаю, что очень многие делали огурчики в полиэтиленовом пакете, когда мы отрезаем попки у огурчиков, как бы соль, укропчик, чесночок, все что у вас есть. Это вы все в полиэтиленовый пакет и буквально через ну 4-5 часов мы уже можем есть с вами малосольные огурцы, то есть это огурцы с сухим засолом. Я думаю, что вот здесь можно сделать такие же огурцы с сухим засолом. То есть в принципе мы можем сюда ведь и любую удобную по размеру банку поставить, накрыть этой крышечкой и использовать режим программы, который идет для сольения от 24 до 32 часов. То есть получается за сутки мы с вами получим. Как-нибудь я все равно это сделаю и покажу. Но сейчас пока еще нет огурчиков, они не очень дешевые, а как только будут подешевее, я обязательно сделаю эти огурчики и покажу. Ну а сейчас мы будем делать с вами обычный йогурт из нашей вот этой вот термостатной заквасочки на вот таком вот молоке. Молоко у нас просто очень хорошее, это наши местные производители живностью 3,5. Сделаем йогурт и я покажу, что получится. Но стоять он у нас будет где-то часов 8, час-полтора в холодильнике чуть-чуть охладиться и я покажу конечный результат. В каждой бутылке у нас по литру. В каждую йогуртницу, естественно, я буду использовать литр молока. Аккуратно выливаем. Банки, ну, предварительно я кипятком обработала. То есть кипяченой водой из чайника, можно сказать, кипящей просто. То есть все обработано. Молоко не требует дополнительного кипячения. Берем заквасочку йогурт. Делаем в одинаковых условиях. То есть вот высыпаем закваску. Высыпаем закваску. И просто банально вилочкой мы сейчас ее перемешаем. То есть мы не будем использовать ни миксер, ни блендер. Мы просто вот так вот одну буквально минуту и мы перемешаем полностью все. Можно использовать, конечно, предварительно, как вот я часто делаю. Например, в бутылку молока я высыпаю закваску, трясу и выливаю потом уже в тару, в которой у меня будет готовиться йогурт. Точно так же здесь. Мы тщательно размешиваем закваску. Как рекомендует производитель, ну, две-три минуты. Я думаю, что минуту-полторы достаточно размешать. Но вы и сами увидите, что заквасочка вот абсолютно, то есть ни на вилке следов нет, ничего. Ну, рекомендую, конечно, я, если позволяет площадь, так скажем, посудинки. Здесь, видите, у меня очень много. Можно просто венчиком или блендером. То есть он, естественно, пену не создавайте. Вам не нужна будет пена. Поэтому вот аккуратно вилочкой все это мы перемешали. Закваска растворяется. То есть это буквально минутки-две. Вот посудинки сами, которые мы готовим йогурт, мы можем мыть в посудомоечной машине. Вот это ни в коем случае в посудомоечную машину не помещайте. То есть это моется под проточной водой. А данные вещи моются в посудомоечной машине. Хорошо просушиваются. И дальнейшее использование возможно. То есть йогурт, который мы сейчас с вами приготовим, им мы можем еще, готовым йогуртом, мы можем перезаквашивать еще в течение пяти раз. То есть не обязательно нам уже использовать заквасочку, ту, которая у нас есть. Мы будем новые партии перезаквашивать. Небольшое количество можете отложить. И вот этим небольшим количеством вы можете перезаквашивать. В принципе, все полезные вещества, которые есть в этой заквасочке, они сохраняются. Йогурт очень полезен. Это вы все знаете, что кисломолочные продукты усваиваются организмом человека на 99%, так как просто молочные продукты, то есть молоко, оно усваивается где-то процентов на 30%. Ну и, понятное дело, молоко можно не всем возрастным категориям и не всем людям, в принципе. А кисломолочный продукт более полезен и более усваивается. Итак, мы закрываем крышечкой и ту, и другую йогуртницу. Сделаем здесь кнопочку, как открыто у нас. Помещаем в наши йогуртницы. Данную йогуртницу мы просто помещаем, вкручаем в розетку, нажимаем режим йогурт, выбираем время 8 часов. Она у нас начинает работать. В данную йогуртницу мы наливаем кипяченой воды, даже не кипяченой, а воды, которая только что вскипела, 100 градусов мы туда позволяем себе налить. Здесь есть такая отметочка, вот она здесь. По эту отметочку мы наливаем. Мы льем туда кипяточек. Разрешено лить 100 градусов. Разрешено лить. То есть идет равномерное, как бы, ну не знаю, как остывание воды, это и нагревание молока, я не знаю, каким образом, как это выразиться. Вот, мы поставили все. То есть вода у нас вот до меточки там налито. Мы все налили, все везде заложили, все закрыли. И теперь ставим на 8 часов. Через 8-9-10 часов я покажу конечный результат. Прошло 8 часов и плюс где-то час-полтора еще в холодильнике мы подержали их. Наш йогурт из кермоса йогуртницы и из электрической йогуртницы. И сейчас мы посмотрим результат. Это не то, что прям битва йогуртницы, но это все равно сравнительный анализ будет. То есть, ну, я даже вот открывала и не могу сказать, что мне понравилось больше визуально. То есть в этой йогуртнице или вот в этой йогуртнице. Так, ну, баночка здесь, еще раз говорю, что очень красивая, очень удобная. Керамика прям прелесть. Так, ну, вот сейчас я покажу ложечка это. Я буду накладывать два варианта йогурта в одну вот посудинку. Вот что мы имеем. Вот. Вот такая консистенция йогурта. Да, там немножко сывороточка есть. Вот это консистенция йогурта из электрической йогуртницы. Вот, посмотрите, насколько он хорош. Так, а в этот стаканчик, вот в этот стаканчик, мы будем вот этот йогурт брать. Ой, вообще, посмотрите, какая прелесть. Смотрите, еще раз напоминаю, еще раз напоминаю, что мы делали вот из такой закваски, термостатный йогурт. Давайте мы целую баночку, ой, кружечку сейчас положим. Это вот у нас йогурт из неэлектрической. Из электрической йогуртницы есть немножко сыворотка. То есть, возможно, даже в электрической можно меньше часов держать, а не 8 часов. Сейчас все покажу, как можно это все красиво оформить и кушать. Итак, это у нас из неэлектрической йогуртницы, это у нас из электрической йогуртницы. По консистенции и по отхождению сыворотки я могу сказать, что вот этот йогурт мне нравится больше на настоящий момент. Данной йогуртнице нужно будет просто варьировать время приготовления. То есть, они готовились одновременно при одинаковых условиях у меня 8 часов. То есть, с одинаковой закваской, с одинаковой температурой исходной молока. 8 часов они готовились. То есть, с этой йогуртницей, ну, чуть-чуть. Время подкорректируем и будем уже смотреть. Я думаю, что там уже не будет отхождения такого сыворотки. Подавать мы будем с вами эти йогурты хоть с чем. То есть, с чем угодно. Вы можете посыпать льняным семенем. Я вот сюда малинки. Варенье малиновое. Кто-то хочет просто натуральный йогурт. И манго у меня замороженное. Я вот его оттаяла. Просто замороженная манго оттаившая. Вот мы его сюда кладем. Ну, и всем могу сказать. Приятного аппетита. Всего вам вкусного. Всего вам доброго. Здоровья вам. Ну, сейчас у нас идет карантин. А йогурт это наиболее лучше для улучшения микрофлоры. То есть, даже повышает он у нас, получается, иммунитет. Из домашних кисломолочных продуктов, которые мы готовим в наших йогуртницах-ферментаторах, и даже в мультиварках мы готовим йогурт. Это делают программа йогурт. Если это все, мы делаем уже много лет. Просто нам, производитель, пытается сделать более удобное изготовление. Вот это сделано из домашнего. Как бы вот из молока, из того, которое я показала на видео для приготовления йогурта. Это был кефир, скисшийся, как простоквашка сделано. Вот такой прекрасный домашний творог. И вот йогурт, который мы с вами приготовили, который у нас был в электрической йогуртнице, вы все это видели. Я просто его налила в такую посудинку, в которой лишняя сыворотка стечет, и мы получим густой продукт, который будет использоваться нами хоть для намазки на хлеб, хоть на овсяно-блин. В общем, хоть куда, с красной рыбкой, с авокадо, это будет очень прекрасно, чудесно. И будет чем-то напоминать творожный сыр Филадельфия, только более такой нежной консистенции. Ну, а сыворотку очень полезно выпить. Она очень вкусная, она очень полезная. Она очень хороша для пищеварения, для желудочно-кишечного тракта. Поэтому всем рекомендую делать дома самим йогурты, творог, сметану, кефир. В общем, все, что вы только можете, какие закваски купить. Закваски есть у Орсона, закваски есть у Багздрава. То есть они продаются в магазинах здорового питания. Они продаются в Ашане, я точно знаю. Ну, не знаю, сейчас во многих городах карантин, но Ашан, по-моему, работает. То есть продуктовые магазины у нас работают. Всем желаю здоровья, всем желаю самого доброго, погоды хорошей. Оставайтесь дома, пока не выходите на улицу. Мойте руки, носите маски, чтобы всем все было хорошо. Будьте здоровы, и мы с вами победим этот чертов коронавирус. Всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!